Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами поговорим о том, сколько фармит в среднем Т28HTC. Раньше для меня эта машинка была унылая, абсолютно незаурядная, я ее очень сильно не хотел, но потом, когда она выпала на продажу вместе с Суперхелкетом, я что-то психанул и, честно говоря, исключительно ради обзора приобрел данную машину. И она мне зашла, она мне понравилась, хотя я не среднестатистический, я не суперскилловый игрок, суперскилловые игроки данную машину терпеть не могут, потому что на ней сложно держать средний урон, потому что на ней сложно выдерживать там уровень количества побед. Короче говоря, для тех ребят, которые гоняются за цифрами в своей статистике, эта машина абсолютно не заходит и они ее очень сильно не любят. А я же обычный хлопец, который играет в танки ради удовольствия и не гоняется за статистикой и плевать хотел на количество моих побед. Поэтому, ребят, если вы плюс-минус играете по уровню подкованности, как играю я, если вы среднестатистически, если ваша там статка в районе 50%, вы не гоняетесь за статистикой, но вас интересует, какую бы машинку себе прикупить для того, чтобы на ней фармить серебро, даже в не сильно удачных каких-то боях, когда у вас не все 100% боев какие-то там прям взрывные, вы наносите по 3-5 тысяч урона. Но, соответственно, подписывайтесь на мой канал по желтому шильдику в правом нижнем углу и смотрите серию моих видео в отношении того, сколько фармит в среднем та или иная машина за бои. Если, еще раз повторюсь, вы играете так, как я. Если вы играете лучше меня, безусловно, ваша результативность по серии будет лучше. Если вы прям совсем скилловый игрок и считаете, что то, как я играю, это рачество какое-то, я повторюсь еще раз, я признаю, что я не супер имбовый игрок в танке. И если вам не сложно, попытайтесь, пожалуйста, не разбрасываться фекалиями, а поделитесь лучше своим, ну, я бы сказал, обоснованным мнением, почему машина неиграбельная или плохо фармит и так далее. Потому что обкидать фекалиями может каждый, а поделиться стоящей информацией, которая будет полезна другим игрокам, почему-то немногие удосуживаются. Поэтому, ребят, обращаюсь ко всем, оставляйте комментарии, я отвечаю без исключения каждому. Но только если эти комментарии действительно стоят того, чтобы на них обращать внимание. Что касается по машине. Машинку в свое время апнули, она стала более бодрой. Да, ребят, это вот это вот считается более бодрая машинка, потому что до этого был вообще, ну, просто ужас ужасный. Она еле ездила, она там еле разворачивалась на месте. Короче говоря, играть на ней было практически невозможно. Ну, по крайней мере, я это нормально выдержать не мог. Так, поехали дальше. Самые классные герои всегда идут в обход. Я попытаюсь это сделать. Торопиться особо некуда. По очкам мы ведем. По результату, я думаю, что будет победа. По крайней мере, очень сильно этого хочу. Вот сейчас, видите, поторопился из жадности. Хотел добрать. А в итоге кинул выше, чем надо было. Но, в любом случае, играется так, как играется. Команда отыграла довольно-таки неплохо. Я не думаю, что мы накидали прям вау-вау-вау урона дофига. Но будем смотреть, что мы за это получим по итогам. Ну, зачем ты его отодвигал? Жадина. Ладно, постоим, подождем, перезарядимся, шотнем. Ну и посмотрим, что по результатам серебра сейчас у нас получится. Да, ребят, я не закончил в отношении того, что данную машину я брал. И для меня были первые бои на ней, которые я успел заснять сразу после покупки. Вы, соответственно, можете по ссылочке в конце видео перейти на обзор данной машины. И посмотреть, каковыми были для меня первые бои на данной технике. И посмотрите, насколько отличаются они от тех, которые происходят сейчас. За данный бой 14 тысяч серебра. Как бы практически ни о чем. Запрыгиваем в следующую катку. Ну и, соответственно, будем заценивать результаты после нее еще. В отношении того, что 14 тысяч серебра. Ребят, я говорю о результатах, которые вы будете получать за вот такого плана бои. Но без учета всяких плюшек. Типа, допустим, там бустеров, типа према аккаунта и так далее. То есть, значки классности отминусовывать не буду. Потому что, ну, долгий процесс, не хочу тянуть время. Ну и, тем более, в бою-то вы их либо получаете, либо не получаете. Я буду стараться на обзорах не использовать голду. Буду использовать только в тех случаях, когда буду понимать, что от этого реально зависит результат боя. То есть, буду всячески пытаться экономить серу. Ну и, соответственно, максимально пытаться набить количество урона. Но не стоя где-нибудь там в тылу. Я понимаю, что есть ребята, которые считают, что хорошо можно набросать урона. Стоя где-нибудь сзади и отрабатывая исключительно по засветам. И пытаются такой тактикой играть абсолютно любые машинки. Может, в целях придержания статистики этот подход и правильный. Но, честно говоря, он не совсем справедливый по отношению к другим игрокам в вашей команде. Потому что, да, есть такие машинки, которые очень сложно отыгрывать где-нибудь прям морда к морде с врагами. Потому что вас будут разбирать, потому что брони не хватает и так далее. Но если вы в каждом бою так отыгрываете, да, ваш средний урон, он будет выше, чем у других игроков. Вот только вопрос в том, сможете ли вы честно гордиться этим средним уроном, с учетом того, что вы набили его только лишь потому, что были другие ребята, которые бодались с врагами, в то время как по их засвету вы на дальнике отбрасывали. Поэтому, ребят, вот вопрос среднего урона для меня лично остается открытым. Насколько является количество среднего урона действительно показателем вас, как игрока и участника боя. Ну, согласитесь, не всегда. Вот когда вы заезжаете на врагов, когда вы приехали, вместе со всеми стоите и разносите их, и таким образом набиваете свой урон. Да, безусловно, ваша средуха имеет существенное значение. Но если трое поехали бодаться против пятерых, а вы в этих пятерых отбрасываете исключительно на дальнике, то мне почему-то кажется, что не совсем вы зарешали, а зарешали те ребята, которые заехали, светили, выбивали их. Ну, в общем, всячески помогали вам набрасывать ваш средний урон. Так, что тут у нас? Вынесли меня. Вынесли меня очень козырно. Выносят, видите, в передний вот этот бронелист. Ну, верхним его не назовешь, просто передок. В передок выносят просто-таки на ура. Ну, короче говоря, как есть, так есть. Досматриваем бой, ну и, соответственно, будем смотреть на результаты. Итак, ребята, отыграли бой, 1400 нанесенного урона, один сделанный фраг. Так, смотрим, что у нас по результатам по серии. По серии у нас получается всего лишь 8000. Согласитесь, довольно-таки не густо. Выпрыгиваем, берем машинку на третью катку, смотрим на результаты. Но я думаю, что вы понимаете, что на особо какие-то огромные результаты рассчитывать пока, ну, как бы, возможности нет. Потому что за два боя мы набрали с вами всего 22 косаря. И это за два боя, не за один. Ну, да не беда. Значит, тогда мой обзор, он показывает машину все-таки максимально приближенно к реальности. Потому что я, честно говоря, не сильно верю тем товарищам, которые показывают, что на данной машине можно вывозить по 60-80 тысяч серебра, прям не используя вообще ничего. Видел я один такой обзорчик. Единственное, что меня смутило, что в этом обзоре был показан танчик исключительно в одном бою. Это первое, что меня смутило. И второе, что меня смутило, что вступление было записано отдельно от своего боя. Я же в таком случае имею возможность усомниться в честности такого обзора. Потому что, ну, больше чем уверен в том, что сначала было снято начало данного видео, ну, а потом уже доподгрузили какой-нибудь очень хороший, очень качественный, выдающийся бой, который выставили как показательный для данной машины. Так, что там у нас? Ну, давай, вылазь. Ладно, хорошо, я понял. По химере отбросить не смог. Зато кошмарить меня сейчас сбоку будут однозначно. ФВ. Двоих добрали. Я думаю, что мне надо срочно нырять туда к товарищу ЧИТО, отыгрывать по ЧИТО. Сверху у нас стоит Т-28 Дефендер. Так, ВЗ, Дефендер за горкой. Я думаю, что необходимо ВЗ-шку поддержать. Попытаться подъехать, помочь пораскидывать. Есть в комиссии. Да, не успел. Жаль, что не успел. Вот зато химера успела заехать ко мне в корму. Начать отбрасывать по мне сюда. Так. Особой скоростью машина не обладает. Куда-то перебрасываться на ней как бы вообще без вариантов. Так, нас трое. Есть Дефендер, который в тылу стоит у нас. Так, надо сваливать, надо сваливать. Их четверо, нас двое. Я думаю, что мы явно проиграем. Не сможем мы вытянуть этот бой. Вот я остался один. Поторопился. П-43. Поворотливости у меня прям совсем не хватает. Да. Ну вот как-то приблизительно так все получилось. Не знаю, от меня ли все зависело сейчас в этом бою. Изначально от меня ли все зависело. Я, по крайней мере, сделал все возможное с учетом подвижности данной машины. Так, 1600 нанесенного урона. По фарму 13200. Но это с учетом према. 3700. Я напишу 4, потому что раньше тоже там минусовал. Ну и просто для ровного счета. У нас было 22000 плюс 4. Соответственно, получается у нас фиг да нифига 26. Ну и если мы поделим это на 3 катки, то, соответственно, получаем средуху в районе 9000 серебром. Это без учета премов там и всего остального. Согласитесь, крайне уныло и крайне мало. И в целом, ребят, я заметил, что в последнее время он работает в боях именно так. Вот нет у него как-то такого, чтобы он действительно имел какие-то взрывные бои, в которых ты прям там вот вообще феерию какую-то ощущаешь и видишь вокруг себя прям танцующих твоих союзников, радующихся тому, что ты есть в их команде. Но это правда про Т28 и HTC, какой бы она ни была. Я понимаю, что кто-то сейчас захочет меня там попоносить в комментариях. Не знаю, насколько это будет справедливо с вашей стороны. Я же хотел бы попросить каждого из вас быть толерантным к тем, кто не супер навороченный игрок. Но и я показываю машины для таких, как я сам, а не для тех, у кого 75% побед. Это был абсолютно честный, никем не проплаченный, как вы понимаете. Обзор на фарм на танчике Т28 HTC и мой краткий вывод по машине. Данная машина прям однозначно не предназначена для того, чтобы на ней выбивать именно серу себе в копилку. Для этого есть более годные машины. Ну а какие, смотрите у меня на канале. Для этого подписывайтесь на мой канал по желтому шильдику вот здесь внизу экрана. Возвращайтесь на канал, ставьте колокольчик для того, чтобы не пропускать новые видео. Пишите комменты, я отвечаю абсолютно всем. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.